Инспирие Пролог Сибирь, Тобольск, 1925 год Двое мальчиков уткнулись носами в воротники своих поношенных шубенок, прикрывая лица от порывов ветра, гнавшего перед ними облака снежной пороши. — Давай живее! — крикнул старший. Хотя ему едва исполнилось одиннадцать, его голос уже был хриплым и грубоватым. — Хватит! Пора возвращаться домой! Младший мальчик, которому было лишь семь, подхватил вязанку хвороста, который они собирали, и побежал за старшим. На полпути домой дети услышали тонкий песклявый звук где-то за деревьями. Старший остановился и прислушался. — Ты это слышишь? — спросил он. — Да, — ответил младший. Хворост оттягивал руки, и хотя они только что остановились, мальчика начало трясти от холода. — Пойдем домой, пожалуйста. — Я устал. — Эх, Нэйч! — отрезал старший. — Я пойду посмотрю, что там. Он подошел к соседней березе и опустился на колени. Младший неохотно последовал за ним. Они увидели воробушку, размером с монету, беспомощно барахтавшегося в лесу. — Он выпал из гнезда, — вздохнул старший. — Или это... — Послушай! Они стояли под деревом, пока не услышали птичий крик из двух нот. — Ага, это кукушка. — Та, что в настенных часах? — Не совсем. Это жестокие птицы. Кукушка откладывает яйца в чужие гнезда. Когда кукушонок вылупляется, он выталкивает других птенцов на землю. Вот что здесь случилось. — О, нет! — младший мальчик наклонился и провел мизинцем по головке птенца. — Мы здесь, дружок. Все в порядке. Мальчик посмотрел на своего спутника. — Может быть, мы заберемся на дерево и вернем его обратно? Он попытался разглядеть гнездо. — Нет, слишком высоко. Внезапно раздался тошнотворный хруст. Младший повернулся и увидел, что старший раздавил птенца сапогом. — Что ты натворил? — в ужасе воскликнул младший. — Мать все равно не признала бы его. Лучше так, чтобы не мучиться. — Но откуда тебе знать? Карие глаза младшего мальчика наполнились слезами. — Мы могли бы попробовать. Старший отмахнулся от его протестов. — Нет смысла пробовать. Все равно ничего не получится. Пустая трата времени. Он направился вниз по склону. — Пошли! Нам пора домой. Младший мальчик наклонился и посмотрел на безжизненного птенца. — Прости моего брата. — прошептал он, утирая слезы. Ему очень плохо. На самом деле он не такой. Дневник Атласа. 1928-1929 года. Глава первая. Буйон-Би-Ян-Кур. Париж. Франция. Этот дневник — подарок от месье и мадам Ландовски. По их словам, раз уж я не могу говорить, зато умею писать, будет полезно, если я попробую записывать свои мысли. Сначала они считали меня бестолковым или слабоумным. Во многих отношениях так оно и было. Но, скорее всего, им просто надоело так долго возиться со мной. Они очень устали. И я тоже. Они поняли, что у меня сохранились какие-то остатки ума, когда узнали, что я умею писать. Для начала они попросили меня написать мое имя, возраст и место рождения. Но я давно усвоил, что изложение таких сведений в письменном виде может довести до беды, а мне меньше всего хотелось очередных неприятностей. Поэтому я сидел за столом в кухне и записывал стихотворение, которому меня научил папа. Разумеется, это стихотворение не могло выдать, где я жил до того, как оказался под живой изгородью в их саду. Оно не принадлежало к числу моих любимых, но слова соответствовали моему настроению и могли продемонстрировать этим добрым супругам, которые волей и судей показались у меня на пути, когда смерть стучалась в мою дверь, что я хотя бы способен на письменное общение. Поэтому я написал «Уж месяц зашел, плеяды зашли, и настала полночь, и час миновал урочный, одной мне уснуть на ложе». Я написал это стихотворение по-французски, по-английски и по-немецки, хотя ни один из этих языков не был моим родным. Разумеется, я могу не только писать, но и говорить. Но и, как и слова на бумаге, все сказанное, особенно в спешке, можно использовать как разменную монету. Признаюсь, мне доставил удовольствие изумленный вид мадам Ландовски, когда она прочитала написанное, хотя это не помогло ей узнать, кто я такой и откуда появился здесь. Горничная Лиза подарила меня взглядом, намекавшим на то, что меня нужно побыстрее выдворить туда, откуда я пришел, и шлепнула тарелку еды на стол передо мной. Прошло больше года с тех пор, как я покинул дом, который знал с рождения. За это время я говорил лишь в тех случаях, когда это было необходимо. С того места, где я пишу эти строки, открывается вид из крошечного мансардного окна. Раньше я видел, как по дорожке прошли дети супругов Ландовски. Они учились в школе и выглядели очень нарядно в своей форме. Франсуаза в белых перчатках и соломенной шляпке, которая здесь называется канатье, а ее братья в белых рубашках и блейзерах. Хотя я слышал частые жалобы месье Ландовски на нехватку денег, его большой дом, чудесный сад и красивые платья местных дам свидетельствовали о немалом богатстве. Я имел привычку грызть карандаш. Папа старался искоренить эту мою привычку, намазывая карандаш всевозможными дурно пахнущими веществами. Однажды он сказал, что на этот раз выбрал отраву с приятным запахом, так что если мне дорога жизнь, лучше держать карандаш подальше от рта. Тем не менее, пока я размышлял над переводом, полученным от него для расшифровки, я опять сунул карандаш в рот. Когда он увидел это, то закричал, выволок меня за шкирку на улицу и набил мне рот снегом, который потом велел выплюнуть. Тогда я не умер, но с тех пор часто гадал, было ли это жестоким розыгрышем, или же выплюнутый снег на самом деле спас меня. Хотя я стараюсь почаще вспоминать отца, прошло уже много лет с тех пор, как я последний раз видел его, и его образ начинает тускнеть в моей памяти. Наверное, это и к лучшему. Да, во всех отношениях будет лучше, если я забуду прошлое. Тогда, если меня будут пытать, я ничего не смогу рассказать моим учителям. А если месье или мадам Ландовски думают, что я буду писать в подаренном дневнике что-то важное и надеются на замочек с ключом, который я храню в своем кожаном кошельке, то они сильно заблуждаются. Ты можешь записывать в дневнике свои мысли и чувства, ласково объяснила мадам Ландовски. Это личный дневник, предназначенный только для твоих глаз. Обещаю, что мы не будем туда заглядывать. Я загивал и благодарно посмотрел на нее, прежде чем побежать наверх в свою комнату в мансарде. Но я не поверил мадам Ландовски. Я по себе знаю, как легко вскрывать замки и нарушать обещания. Клянусь жизнью твоей любимой матери, что я вернусь за тобой. Молись за меня и жди. Я потряс головой, стараясь избавиться от последних слов, сказанных мне папой. Но каким-то образом, хотя другие воспоминания, которые мне хочется вернуть, улетают из моей головы, как пуха дуванчиков, в тот миг, когда я пытаюсь удержать их, эти слова не хотели уходить. Дневник в кожаной обложке наполнен тончайшими бумажными листочками. Должно быть, он обошелся месье Ландовски по меньшей мере в целый франк. Так называются местные деньги. Это щедрый жест с его стороны. И я воспользуюсь им. Кроме того, во время долгого путешествия я начал опасаться, что разучился писать. Не имея ни бумаги, ни карандаша, я коротал холодные зимние ночи, мысленно повторяя стихотворения и представляя, как я записываю их. Мне нравится выражение перед мысленным взором. Папа называл это окном, распахнутым в наше воображение. Поэтому, когда я не вспоминал стихотворение, то часто исчезал на просторах этого внутреннего мира, который папа считал безграничным. Но он добавлял, что недалекие люди по определению имеют ограниченное воображение. Хотя добрые супруги Ландовски оказались моими спасителями, мне по-прежнему было нужно исчезать внутри самого себя, плотно закрывать глаза и перебирать мысли, которые нельзя было поместить на бумаге, потому что я больше не мог доверять ни одному человеку. Так что, если Ландовски когда-нибудь прочитают это, а я не сомневался, что они так и сделают, хотя бы из любопытства, они увидят лишь дневник, который начинается с моей прощальной молитвы. Кажется, я так ничего и не сказал им. Я был настолько изнурен от лихорадки, голода и упадка сил, что, наверное, мне это померещилось. Но, так или иначе, в тот день я увидел самое красивое женское лицо на свете. Пока я кратко и деловито описывал, как эта прекрасная дама отвела меня в дом, шепча ласковые слова, и впервые за много дней позволила мне спать на кровати, я вспоминал, какой грустной она казалась во время нашей последней встречи. С тех пор я узнал, что ее звали Изабеллой, сокращенно Белл. Она и месье Брайли, ассистент в скульптурной студии Ландовски, он попросил меня называть его Лореном, хотя я все равно не произносил ни слова, были безумно влюблены друг в друга. И в тот вечер, когда Белл выглядела такой грустной, она пришла проститься не только со мной, но и с Лореном. Хотя я был очень молод, я много читал о любви. После ухода папой я прошелся по его книжным полкам и узнал множество необыкновенных вещей о жизни взрослых. Сначала я предполагал, что описание физического акта любви предназначалось для того, чтобы придать повествованию комедийный оттенок, но оно повторялось у авторов, которые определенно не были юмористами, и я осознал, что речь идет о реальных вещах. Вот это я точно не собирался записывать в своем дневнике. Я тихо рассмеялся и прикрыл рот ладонью. Это было странное ощущение, поскольку смешок был неким проявлением радости и естественной физической реакции. «Господи!» — прошептал я. Было еще более странным слышать собственный голос, который казался более глубоким с тех пор, как я проронил последнее слово. Никто не мог услышать меня здесь, в мансарде. Обе горничные находились внизу, где занимались уборкой, полировкой мебели и бесконечной стиркой белья, развешанного на веревках за домом. Но даже если они не могли меня услышать, нужно было соблюдать осторожность, поскольку раз я мог смеяться, значит, имел голос и умел говорить. Я постарался думать о грустных вещах, что было трудновато, ведь, несмотря ни на что, мне удалось добраться до Франции, периодически исчезая в собственном воображении, думая о хорошем. Я думал о двух горничных, чью болтовню я слышал через тонкую стенку, разделявшую нас по ночам. Они жаловались на скудную плату, слишком долгий рабочий день, комковатые матрасы и на свою холодную спальню в мансарде, неотапливаемую в зимнее время. Мне хотелось постучать кулаком в стенку и крикнуть, что им еще повезло жить в отдельной комнате и получать жалование, пусть и небольшое. Что касается холодной спальни, я успел познакомиться с французским климатом, и хотя Париж, на окраине которого мы жили, находился на севере Франции, при мысли об ужасе перед температурой немного ниже нуля, мне снова хотелось смеяться. Я закончил первую запись в своем официальном дневнике и прочитал ее про себя, представив себя на месте месье Ландовски с его забавной бородкой и пышными усами. Я живу в Булонь-Би-Ян-Куре. Меня приютила радушная семья Ландовски. Их зовут месье Поль и мадам Амели. У них четверо детей. Натали, 20 лет, Жан-Макс, 17 лет, Марсель, 13 лет и Франсуаза, 11 лет. Все они очень добры ко мне. Они говорят, что я был тяжко болен и мне понадобится время, чтобы восстановить силы. Горничных зовут Эльза и Антуанетта, а кухарку Берта. Она все время дает мне свои чудесные пирожные, чтобы подкормить меня. В первый раз она принесла мне целую тарелку. Я съел все до крошки, а через пять минут мне стало очень плохо. Когда доктор осмотрел меня, то сказал Берте, что мой желудок съежился от недоедания, поэтому она должна кормить меня мелкими порциями, иначе мне станет совсем плохо и я могу умереть. Думаю, это расстроило Берту, но надеюсь, что теперь я ем почти нормально и могу оценить ее стряпню по достоинству. В семье есть еще одна прислуга, с которой я пока не встречался, но здесь много говорят о ней. Это мадам Эвелин Гельсон, и она работает экономкой. Сейчас она в отпуске и навещает своего сына, который живет в Лионе. Я беспокоюсь, что семья тратит на меня слишком много денег со всеми расходами на еду и на доктора, приходившего ко мне. Я знаю, как дорого могут обходиться врачи. У меня нет денег и работы, и я пока не понимаю, как отплатить за их щедрость. Не представляю, как долго мне еще разрешат оставаться здесь, но я стараюсь радоваться каждому дню в этом замечательном доме. Я благодарю Бога за их доброту, и каждый вечер молюсь за них. Я погрыз карандаш и удовлетворенно кивнул. Я выбрал упрощенный стиль и добавил две-три грамматические ошибки, чтобы сойти за обычного десятилетнего мальчика. Не стоило даже намекать на образование, когда-то полученное мною. После папиного ухода я старался продолжать занятия так же прилежно, как раньше, но без его руководящих наставлений дела заметно ухудшились. Достав из ящика старого стола лист восхитительно белой бумаги, а для меня собственный стол был невообразимой роскошью, я приступил к составлению письма. Студия Ландовски, улица Муссон-де-Рош, Булонь-Би-Янкур, 7 августа 1928 года. «Дорогие месье и мадам Ландовски, я хочу поблагодарить вас обоих за этот подарок. Это самый чудесный дневник, какой у меня был, и я буду писать ежедневно, как вы и просили меня. Еще спасибо за то, что приняли меня к себе». Я едва не добавил искренне «ваш» и свое имя, но вовремя остановился, аккуратно сложил лист бумаги четыре раза и написал наверху их имена. Я собирался положить письмо на серебряное блюдо, куда поместят завтрашнюю корреспонденцию. Я еще не достиг того места, куда направлялся, но достаточно приблизился к нему. По сравнению с уже преодоленным расстоянием, это было все равно, что прогуляться по улице Муссон-де-Рош и обратно. Но я пока не хотел уходить отсюда. В разговоре с Бертой врач резонно заметил, что мне нужно укрепить не только физические, но и душевные силы. Хотя он не интересовался последним, я мог бы сказать ему, что худшим для меня были не телесные испытания, а страх, до сих пор терзавший меня изнутри. Обе горничные, возможно, уставшие жаловаться на остальных жильцов, сообщили мне, что я регулярно кричу по ночам и бужу их. Раньше я настолько уставал, что засыпал как бревно, но здесь привычка к отдыху и теплой постели размягчила меня. Я часто не мог заснуть после очередного кошмара. Даже не уверен, что кошмары — верное слово для описания этих видений. Жестокий разум заставлял меня заново переживать то, что произошло со мной на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok